Хвала Богу! Я на посту! Хвала Богу! Теперь мы здесь, чтобы помогать, и чтобы быть друзьями в теле Христовом, чтобы помогать любым способом, каким можем, чтобы ваши служения могли развиваться и продвигаться вперёд, расширяться. Иногда нам нужно сказать некоторые вещи. Знаете, я действительно не знаю. У меня есть несколько записей. Я хочу следовать за Духом Святым, но сейчас мы хотим благословить вас, хотим, чтобы вы знали, что мы с вами. Спасибо Богу за такое окружение и атмосферу, которая создана этим служением, которая даёт нам возможность встречаться. Я говорил всякий раз, вы не можете служить здесь, вы не можете проповедовать здесь, если не отдадитесь этому полностью, потому что здесь хорошая атмосфера. Мне нравится проповедовать здесь, потому что здесь люди, которые знают, как получить помазание и как двигаться с Богом. Итак, мы хотим вернуться с вами к некоторым вещам, которые, я верю, Дух Святой положил в моё сердце для этого собрания. И вижу, здесь великое собрание и просто великие люди Божьи, которые говорили на этом собрании, и я рад, что я являюсь частью этого. Я хочу, чтобы вы ухватились за что-то в этот день, потому что у меня есть послание, которое определённо Господь дал, и я провёл некоторое время, приблизительно с 4.30 сегодня утром, углубляясь, молясь и проводя время с Богом, потому что я вижу и считаю, что это важный момент в стере Христовом, важный момент в вашей жизни. И поэтому я хочу, чтобы это открылось и проявилось, как хочет того Бог. Я доверяюсь Духу Святому. Аллилуйя! Я восклицаю, делаю что-то, и помазание сходит на меня, и ожидаю, что это помазание сойдёт на меня. И я надеюсь, слава Богу, что оно уже здесь. Я ожидаю, что Господь посетит нас, продолжит касаться нас, будет с нами, и кто-то получит ответ сегодня, и вернётся домой, и будет вести войну, вам будут говорить разные вещи. Но вы не идите на компромисс, пребывайте в Слове. И различную благодать Бог помещает в тело Христово. Различные откровения Бог приносит в тело Христово. Итак, я просто хочу, мы посмотрим много мест из Писания, чтобы вы следовали за мной. Моя канцелярская работа здесь, и я буду смотреть немного, и я буду здесь столько, сколько будет нужно. У меня расширенный период Библии, она славнее. Я думал, мне нужно принести ещё две Библии, но этого достаточно. И мы молимся о том, чтобы получить Слово. И я благодарен, что тема, которую Господь дал мне, поможет вам. У меня есть две-три вещи сказать вам о деньгах. Но я буду проповедовать сейчас то, что Господь хочет. В 1983-м вы можете присесть, достаньте ваши Библии. Обратимся к книге Иеремии, глава 9-я. В 1983-м году, я верю, моя жена напомнит мне какие-то вещи. Я поехал в церковь Джона Остина. Я был баптистским парнем, католическим парнем. Как ни странно, я был баптистским проповедником. Не знал много о Святом Духе. Не знал много о Движении Духа. Не знал многих людей, кто был в лидерстве. Дурвала Хейза. Тейл Озборна. И там был брат по имени Кеннет Хейган. Он был спикером. Кейл и я не знали. Мы думали, что вы просто идете в церковь и садитесь. Мы сделали для себя открытие, что для этого нужна вера. Если вы не приходите в церковь пораньше утром, если вы не приходили заранее, вы оказывались без места. Мы были баптистами, у нас было много мест. Мы могли прийти туда в любое время и найти место, когда хотели, знаете. И еще оставалось множество мест. И мы попали туда немного поздно. Все уже были там. Там было много людей. Мы были недавно крещены Духом Святым, и мы были голодны по движению Божьему. Вы не знали тела Озборна. Ничего не знали. Слишком многого о Джоне Остине. Не знали о Нурвале Хейзе. Шен Батлер был там. Я не знал его. Я был деревенским незнайкой. Простого происхождения, понимаете. И я сказал потом, когда слушал Ти Эл, и он потерял меня. И я чувствовал себя, как потерянный гусь на холме. Он говорил так глубоко, и я многого не понимал. Старался понять, о чем он говорит. Старался понять. И он временами такой бурный. Шен Батлер был очень громкий. Хорошо. Когда Бранд Хейген пришел, вам нужно понять, мы не могли сидеть на передних рядах? Мы сидели в стороне. Вот как-то там, в стороне. И когда он неожиданно появился, что-то произошло со мной. Я сказал Господу, я сказал. Между прочим, я сказал, Господь, это человек, которого я хочу услышать. Никогда не видел ранее его в своей жизни? Я сказал, хочу слышать, что он говорит. Видеть, что он делает. Бактический парень. Неплохо, да? И Господь побудил его прийти на ту сторону, сцены, и никогда не отходить от нас. Моя жена свидетельница этого. Он стоял прямо на той стороне, служил. Это было первое время, когда я видел его. И затем Господь заговорил ко мне. И Господь сказал мне, я дал тебе такое же помазание. Хорошо сказано, но я не знал ни брата Хейгена. Затем Господь сказал мне, что он может начать прямо сейчас, и что я сорвусь со своего места. И Господь дал мне знать, что у меня нет опыта, но у меня есть помазание. Он сказал, я хочу, чтобы ты знал, что этот человек 49 лет в служении на то время. И я услышал движение. Когда я упал на пол, я старался держаться за пол. Я действительно пытался встать. Что-то сошло на меня. Я старался выбраться. Это сошло на меня. Моя жена взяла меня за воротник и пыталась поднять меня. И я пытался ползти и попасть на тот стул. Я буквально не мог попасть на тот маленький стул. Что-то переполняло меня, когда Господь сказал мне это. Теперь мы собираемся говорить о том, как извлечь максимальную пользу от помазания. Есть способ, как увеличить ваше помазание сейчас. Вот что Дух Святой сказал мне. Если вы научитесь, как извлечь максимальную пользу от помазания, которое Господь положил в вашу жизнь, это сделает, сведет к минимуму силу и действия врага против вашего служения. Слышали ли вы, что я сказал? Он сказал, «Это значительно уменьшит потенциал и действия врага против вашего служения». Если вы научитесь, как использовать по максимуму ваше помазание, теперь, чтобы использовать по максимуму помазание, если вы будете искать правильное определение, то я думаю, правильно будет сказать, это доведение помазания до высшего уровня, до полного потенциала, до полного потока, до полной возможности, до полной силы, до полного потенциала мужчин и женщин, которые ходят в присутствии и славе всемогущего Бога. Динамика этого помазания, позиция, в которую это помазание может привести и поместить вас, как ничто другое не может сделать. Одна из вещей, которую Господь сказал мне, «Предупреди, мой народ, по поводу имитации помазания, стараясь быть, как кто-то другой, и опуская то, что Бог имеет действительно для вас». И затем он сказал, «Я хочу, чтобы ты сказал моим людям о подделке помазания». Если вы в служении некоторое время, вы видели таких людей, которые старались действовать, как кто-то другой, старались показать, что они такие духовные. И если вы слышали, вы были в духе и видели, что это было не от Бога, это была их самодеятельность, они действовали как звезды кино. Но есть реальный способ, как по максимуму использовать ваше помазание. Это благодаря помазанию. Все то, что Господь сделал в моем служении, и благодарение Богу, но я иногда не понимаю, как все это могло произойти, благодаря Его помазанию. И географически я не мог. На карте я находился, так сказать, в захолустье, на углу. Но с силой Божьей Бог поднимает вас. Поднимает вас, если вы проводите время, послушайте меня, чтобы развивать ваше помазание. Развивать его. Помазание нужно развивать. Над помазанием нужно работать. Затем вам нужно присоединиться к таким людям. Кому-то, как Кеннет Копплин, Кеннет Хейген, Кит Батлер, Креф Ладолар, Хэппи Колдэл, Кит Мур, кому-то, у кого есть помазание, у кого есть некий опыт, общайтесь с такими людьми, не задавайте слишком много вопросов, просто общайтесь с ними. И то помазание начнет сходить на вас, и вы увидите, как они ходят в этом, как они служат, и вы можете увидеть, как помазание изменит ваше служение. Я слышал, как Кен упоминал. У меня есть много мест в Писании, я скажу об этом через несколько минут. Я слышал, как Кен говорил. Бог поособенно уговорил с ним об этом собрании. Я знал, что будет происходить именно на этой встрече прямо сегодня. Но есть вещь, которую я называю помазание без пота. Я, я, мое служение, я не, я не потею. Я не напрягаюсь слишком много по этому поводу. По поводу денег. Деньги приходят в большом количестве. Когда говорю о служении, деньги приходят. Постоянно. Но мне нет необходимости постоянно говорить об этом. Я имею в виду, мне не нужно слишком много работать ради этого. Надо просто верить в Бога. Смит Виглисфорд просто верил. Итак, есть три вещи, которые я хочу сказать. Прочитайте из Писания, из книги Иеремии. Я верю, что Святой Дух сказал об этих трех вещах мне. И это есть благо для этой конференции. Он сказал мне, он сказал сказать вам, что вы помазаны с избытком и с целью. Вы помазаны обильно и с целью. Затем я молился около, и затем, после где-то 45 минут молитвы на прогулке, я шел пешком в своем районе, и я так часто молюсь. И где-то после двух миль ходьбы и молитвы на языках, часто истолкования начинают приходить. И иногда, когда Дух говорит вам, это приходит как откровение, и вы не можете действительно ясно интерпретировать, что Он говорит. И затем, если вы недостаточно понимаете, вы такие элегантные, Дух заговорит на вашем уровне. Он не будет употреблять возвышенных слов. Он говорит так, чтобы вы могли понять. иногда Бог не может достигнуть нас. Мы такие возвышенные в своих глазах. Так глубоко, так глубоко Святой Дух может найти вас. Но делая так, я молился, когда я получил откровение об этом собрании, и Господь сказал, я по-особенному услышал, что Господь сказал следующее, и Он сказал мне передать вам, и я хочу, чтобы вы получили это, это благо. но я хочу, чтобы вы приняли это как слово от Бога, потому что это так. Он сказал сказать вам, что это время у вас будет непрекращающейся победы. Это то, что Он сказал мне. Непрекращающаяся победа. Я не могу изобразить это. Непрекращающаяся, это значит постоянно. Он сказал, непрекращающаяся, с этого дня. Я хочу, чтобы ты сказал это, и чтобы служители услышали это. Я услышал это, когда говорил несколько минут назад. Он сказал мне это. Он сказал, вернись к тем вещам, которые не работали в последнее время. И вы знали, что вы слышали от Него. И есть препятствие, которое удерживает вас, чтобы продвинуться дальше. Но вы знаете, что слышали от Бога. И Он сказал, после сегодняшнего, вернись к этому. Аллилуйя! Вернитесь к этому. И это будет без пота. Вернитесь к этому, и вы справитесь, вы получите Божью помощь. Вы слышали это? С помощью Божьей вы войдете в это. Вернитесь. Мне все равно, что вы, может, старались сделать это 14 раз. Вы знали, что вы слышали от Бога. Но вам казалось, что это не работает. Вернитесь к этому сейчас. И третья вещь, которую я хочу сказать, прежде чем мы прочитаем этот текст. Третья вещь. Я услышал это около двух лет назад. Но Он соединил три этих момента вместе. Потому что мы встретились со служителями. И мы хотим сохранять братство, хранить сестринство. Я? Я из маленького городка. Моя церковь в три раза больше, чем этот городок. Мы абсолютно свободны от долгов. Мы владеем двухстами акрами земли. И я могу продолжать, и продолжать, и продолжать, и продолжать. Не говорите мне, что это не будет работать. Не говорите мне, откуда вы это не будет работать. Мне все равно, откуда вы. Но вот что нужно понять и принять в ваш разум. Ваш дух. Ваши записи, и это в вашей Библии. И это не клише, потому что я услышал это от Бога. И это поможет вам устоять против оппозиции и вещей, которые пытаются оттеснить вас назад, чтобы вы не шли, куда Бог хочет, чтобы вы шли. «Никогда не недооценивайте Святого Духа». Не важно, как это выглядит. Не недооценивайте его. Он переведет вас через это. Слава Богу. Теперь, в Иеремии, главе 9, я хочу прочитать из версии короля Иакова и также из расширенного периода Библии, потому что не забудем, мы должны добиться того, чтобы увеличить или достигнуть максимума в помазании, довести до высшего предела, увеличить до высшего возможного уровня, до максимума, отобразить по самой высшей возможной оценке, в самой полнейшей мере использовать помазание. Теперь, в Иеремии, 9 глава, 23 стих, так говорит Господь, «Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет, слава Богу, воскликните слава здесь и знает меня, подчеркните это, и что он разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, не на небесах, обратите внимание, на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Теперь, в расширенном переводе Библии, 23 стих гласит, «Так говорит Господь, пусть мудрый и искусный человек не хвалится и не превозносится своей мудростью и умением. Пусть сильный и обладающий властью человек не славится и не хвалится своей силою и властью. Пусть человек, который изобилует земным наслаждениями, который богат земными богатствами, не славится и не хвастается в своих временных удовольствиях и земных богатствах. Но пусть тот, кто хвалится, пусть хвалится тем, что он понимает и знает меня лично и на деле напрямую знает и понимает мой характер. Мы можем воскликнуть прямо здесь. Я сказал, мы можем воскликнуть прямо здесь, что я Господь, который творит любовь и добро, суд и правду на земле, потому что это благоугодно мне, говорит Господь. Теперь, есть также, на что Святой Дух обратил мое внимание, и вы знаете, это из Писания, но он назвал это таким образом, потому что через несколько минут я поделюсь своим одним секретом об обознании Смита Виглисворта. Господь, я изучал служение брата Виглисворта, и Господь открыл мне кое-какие вещи, когда я изучал его жизнь. Один секрет того, как он был помазан, и брат, брат Копленд указал на тот факт, что мы должны углубляться в помазание и идти дальше в силе Божьей. Но есть три больших ибо, на которые я не могу обратить внимание. Три ибо. Я спрашивал мою жену, что она думает об этом, и мы размышляли над этим. Слово ибо указывает на причину, почему вещи происходят, когда мы говорим ибо. это было причиной. Это так, не правда ли? Это причина, не так ли? И так, это было причиной. Помазание, если вы обратитесь, если вы подумаете, Исайя 10, 27, я не открываю Библию, но там есть одно из этих, ибо, и затем в Луки, 4 главе, 18 стихе, Иисус сказал, Дух Господен на мне, ибо, и затем, когда Иисус начал говорить в Иоанна, 14 главе, о великих делах, Он сказал, дела, которые Я делаю, и вы сделаете, и больше этого сделаете, ибо, все эти три высказывания употреблены с ибо, потому что сила всего этого в Духе Святом, и сила этого в помазании, ермо будет удалено, и все вещи, которые Иисус продемонстрировал, Иисус сказал, Он собирается в Луки 4, 18, и 19, и 20, все это проявилось благодаря помазанию, и затем, когда Он говорил о более великих делах, Он говорил, ибо Я иду к Отцу, и собираюсь послать кого-то, и помазание будет на вас, и это было сказано о Святом Духе, и это все, ибо, все эти ибо, имели причиной помазания, я могу здесь услышать согласие с этим? Я не мог пройти мимо этих трех ибо, потому что Он, Он хочет, это связано с важным моментом для нас, чтобы мы оказались в таком месте, где мы по максимуму использовали наше помазание. Знаете, есть конфликт между естественной силой и духовной силой. Теперь, иногда, когда у нас есть проявление, когда слава сходит, которая не зажигает никого, кроме нас самих, в действительности, мистер Смитт Виглисфорд говорил, что единственное проявление тела, тела, вашего тела, вашего физического тела, когда сила приходит, если вы проповедуете, это ваш язык. Вот почему Он говорил языками и интерпретировал так много. Он знал, что когда Он говорил, махание рукой, бег, крик, нанесение ударов, это может просто сопровождать духовное проявление, но не производит духовные вещи, не делает вас счастливыми. Но вашим языком вы можете говорить слово. Я согласен с мистером Виглисфордом. Он говорил много раз, когда слава приходит, когда сила сходит, когда помазание действительно становится сильным, мы транжирим эту силу естественной силой, соединенной с духовной силой, и делаем так много физических вещей, которые Дух на самом деле не делает. И Он не может сказать то, что Он хочет сказать. Сегодня я не хочу просто проповедовать принципы, но на примере я доверяю Святому Духу, что Он проявит некоторые из вещей и проявит некоторые вещи в то время, как я буду проповедовать. Обратимся со мной к Первому Коринфянам. К Первому Коринфянам. Вы заметили там, что Иеремия сказал, «Не хвастайтесь теми вещами, не хвастайтесь вашей силой, не хвастайтесь, не хвалитесь своей мудростью, не хвалитесь своими способностями». Другими словами, не хвалитесь, не хвалитесь, что у вас хороший диалект, не хвалитесь, что у вас хороший английский, не хвалитесь, что у вас хорошая фамилия. Вам нужна помощь. «Если вы в этом служении, вам нужна помощь, вы не можете сделать этого сами». Итак, Господь обратил мое внимание Первое Коринфянам, глава вторая, и Второе Коринфянам, Второе Коринфянам, глава вторая. «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» «О, вы можете сделать это лучше!» «Аллилуйя!» «Я знаю, что вы только что поели. Меня всегда привозят на это служение, когда все поели. Но меня это не беспокоит. Я здесь. Я поел пораньше. Слава Богу! Пусть Дух приходит. Теперь обратите внимание на следующее во Втором Коринфянам. Я найду этот текст все равно. Вернемся к Первому Коринфянам. Теперь, что вы видите... Слушайте меня. Вы нашли? То, что вы видите... Люди по сути своей... Скажите, я позволяю Духу Святому совершать все, что Он хочет. Вы... Вы... Вы можете смеяться, хорошо? Но когда мы смотрим на людей, вот что происходит. Смотрите, что Господь хочет показать вам. Это не то, чтобы вы закатывали свои глаза и скрипели зубами, чтобы Он проявился для вас. Когда вы полностью зависимы от Него, разве Он не проявится? Слава Богу! Я верю, что это место, где Он может проявиться. Да! Я верю, что Господь сорвет вас с этих мест сегодня. Теперь обратите внимание в Первой Коринфянам, в первой главе. Стих 26. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти. Скажите, по плоти. Потому что есть люди мудрые по духу. Немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы пострамить мудрое. И Бог избрал немощное миро, чтобы пострамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И обратите внимание на это. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась в Его присутствии, от Него и вы во Христе Иисусе, который от Бога сделался для нас премудростью, праведностью, и освящением, и искуплением». И посмотрите на стих 31. «Чтобы было, как написано, чтобы тот, кто хвалится, хвалился Господом». Смотрите, плоть должна быть побеждена. И затем в вашем служении, или в той области, куда Бог призывает вас, вам нужно постоянно, регулярно напоминать себе, не важно, что происходит в вашем служении, «какая хорошая проповедь, которую вы проповедуете, как вы используете дары Святого Духа, насколько хорошо вы поете, сколько людей спасается, сколько людей наполнилось Святым Духом». Вы должны всегда напоминать себе, «это не моей собственной силой, и делами», и чтобы всегда напоминать себе, отдавать всю славу Богу. Чем больше славы вы отдаете Ему, тем больше помазания Он возложит на вас. Вы слушаете меня? Вот о чем говорит этот текст. Он открывает нам, показывает нам, «как отдавать Богу славу?» Теперь. Здесь Павел переходит ко второй главе. Говорит нам, как это делать. Он рассказал, что не все сильные были призваны, немногие званые, немногие мудрые, но Бог избрал, избрал немудрое этого мира, чтобы пострамить мудрое. Я... Я действительно не знаю, как я нахожусь на этой сцене сегодня. Кен не знает. Он не знает, как, в частности. Это действие Святого Духа. Он сделал это. Я даю Ему славу. У меня нет никакой способности быть здесь. Я... Я действительно не... Я действительно не правомочен быть здесь, на то, чтобы быть здесь, чтобы проповедовать вам. Но Святой Дух... Вы слушаете меня? Теперь Павел описывает, и что я хочу сказать. Вы будете проповедовать в следующее воскресенье. Вы будете проповедовать в следующее воскресенье, и они просто не узнают вас. И они просто не узнают вас. Они скажут, вы были на собрании Кеннета Копута. О, мой Бог! Начнем собирать деньги на следующий год. Когда я тренирую здесь, я стараюсь слышать Духа Святого. Иногда брату Коплунду приходится шикнуть мне об окончании, побудить меня закончить здесь. Я затрагиваю одну тему, потом другую, и так далее. Но в Первом Коринфянам мы говорим на тему, как использовать по максимуму ваше помазание. Чем больше помазания будет доступно для вас, тем больше ерма и иго будет удалено. Не только ермой и иго, но и твердыни дьявольские будут удалены этим помазанием. И у вашего служения будет свобода. Я... Я не сражаюсь изо всех сил. Я перестал это делать, когда обнаружил, что Святой Дух это мой партнер. И он действительно может все вести. И я больше не сражаюсь изо всех сил. И больше не буду делать это никогда в своей жизни. И в служении. И никто в моем служении. Мои дни тяжелого сражения закончились. Посмотрите на кого-нибудь и скажите, что ваши дни тяжелого сражения, мои дни тяжелого сражения закончились. И я провозглашаю вашу жизнь в свободу от долгов. Я видел, как поднялись руки. Я видел это в своем разуме. Теперь. Здесь Павел, после сказанного «Я хочу, я хочу по-новому оживить». Слушайте, стих 29. Стих 29 из первой главы. «Я хочу по-новому оживить это, потому что здесь есть ключ». Он говорит, «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась в моем присутствии». Теперь, когда Святой Дух в вас, это означает, что присутствие Бога с вами. И Он не хочет, чтобы вы продвигали себя, получали признание за то, что Святой Дух делает. Итак, Он не хочет, чтобы вы хвалились собой в Его присутствии. Он хочет, чтобы вы отдали славу Ему. И чем больше вы это делаете, тем больше помазания сойдет на вас. Чем глубже вы понимаете, что это не вы, это не я, это не они, а это Он. Слава Богу, больше силы. Когда вы просто открываете свой рот, сила начнет сходить. И люди, которым вы будете проповедовать, поймут, что это не просто естественный человек говорит им. Потому что, когда вы отдаете Богу славу, послушайте меня, слава сходит. Когда Бог знает, что вы отдадите славу Ему, Он возложит больше на вас, потому что Ему нравится быть прославленным, Ему нравится быть превознесенным, Ему нравится быть прославленным. Итак, если Он увидит, что вы собираетесь прославить Его тем, в чем Он вас употребляет, Он даст еще больше. Скажите, слава Богу! Все эти великие мужи Божьи, которые говорили к вам на этой неделе, и которые будут еще проповедовать, да скажут, слава Богу! Какой бы спикер не говорил к вам, что бы они ни говорили, не ставьте им это в заслугу. Скажите, слава Богу! Мы хотим, чтобы на этом собрании слава принадлежала Богу. Мы не соревнуемся в том, мы не пытаемся установить, кто проповедует лучше. У нас одна и та же цель разрушить дела дьявола и возвеличить Бога. Скажите, слава Богу! Вы проставляете Бога в этом здании, и дары Духа Святого начинают действовать. Не только во мне, но и начинают действовать повсюду, и сила Бога коснется этого места, и слава Бога проявится здесь, и ваша болезнь уйдет, ваше сомнение уйдет, и ваше неверие уйдет, и ваша бедность покинет это место. Нам нужно превратить это место в место славы. Слава! Эй! Слава! Эй! Слава! Слава! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь послушайте! Послушайте! Слушайте! 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 Дух Бога говорит сейчас по этому поводу, по поводу человека и его силы. Видите, некоторые еще движутся в какой-то плоской акробатике. Пусть человек откажется от упования на свою силу. Я говорю к вам сейчас, так как Дух Божий движется на этом месте. И я говорю, что облако славы будет висеть над вашей церковью. И когда вы начнете служить в следующий раз, и вы отдадите славу Богу, то облако упадет на ваших людей, и проявление силы Божьей будет в вашем доме. Да, я скажу им, Господь. И Господь попросил сказать вам, что деньги будут сопровождать эту славу. Аллилуйя! Прошу вас присесть. Садитесь, садитесь, вернитесь на свои места. Скажите славу три раза. Теперь Павел описывает здесь, как по максимуму использовать помазание. Теперь вы видите... Хорошо, я скажу им, Господь. Вы видите, есть небольшая иллюстрация этого. Я не делал ничего особенного, но сдался духу. И в эту комнату присутствие пришло. И оно все еще здесь. Но он, конечно, пришел не по моей силе, не по моему ораторскому красноречию, и не по моей глубине понимания этого предмета, не по причине того, где я живу, откуда я. Что явилось причиной того, что слава пришла? Что вызвало это? Я видел в одном собрании. Я проповедовал в Хьюстоне, в Техасе. Я видел людей, падающих со своих мест. Ряд за рядом. Никто не прикасался к ним. Иногда, иногда падали один на одного. Просто обычная проповедь. Я видел, как такое случалось не один раз. Павел начал вторую главу, и здесь говорится. И у меня шесть вещей, которые я собираюсь дать, чтобы вы были прибыльные, подходящие для работы. Скажите, пригодные для работы? Мне нравятся вещи, с которыми я могу жить и быть эффективным. Я не хочу. Не проповедуйте мне красивых проповедей. Мне нужно что-то, что я мог бы применить, пока я здесь живу. Слава Богу! Он говорит, и когда я приходил, братья, стих 1, 2 главы, смотрите эти главы сейчас. Он продолжает говорить о том, о чем говорил, когда он говорил, что Бог призвал немногих из вас мудрых. Знаете, почему он так говорит им? Они уже знали. Они уже имели это. Они думают, что уже все могут. Они не имеют никакой зависимости, которую Бог хочет, чтобы они имели от него. Они такие академичные. Они как академики. Они зависят от красноречия, от того, как хорошо они говорят, как они могут произвести впечатление, и употреблять красивые слова. Туфта! Я бы предпочел быть человеком, который не может говорить по-английски и еще чего-то другого, но только быть человеком, на которого дышит Дух Святой. Вы будете более благословенны, чем человек с красивой проповедью, но не имеют никакого помазания. Мы пожелали бы остаться лучше дома. И когда я, братья, приходил к вам, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Заметили это? Заметили это? Павел мог это делать. Он мог говорить. Говорит изящно. Но он знал, что это было препятствием Духу Святому. Вы все видели таких людей, которые старались проповедовать? Старались, старались, старались доказать, что они могут красиво говорить. Лучше уйти домой пустым. Уйти домой пустым. Ибо я рассудил, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего среди вас, кроме Иисуса Христа. Благодарение Богу за это откровение. Помазанный. И его помазание. Разрушающее армо и разрушающее иго. Когда он говорит, я рассудил быть у вас, не знающим ничего среди вас, кроме Иисуса, то есть Спасителя, Христа, и притом распятого. Павел в действительности говорит во втором стихе. Самое первое, что я хочу, чтобы вы поняли. Вам нужно принять решение, чтобы быть помазанным. Мне необходимо помазание. Я не хочу быть зависимым от себя. Я хочу начать ходить, завися от него. Вам нужно решить. Если вы знаете, что вы призваны делать что-то для Бога, вам необходимо решить с убежденностью, что я сделаю все, что будет необходимо. Молитва, размышления, отделение, покорность, опустошение себя, чтобы Господь Иисус Христос мог прославиться в моем теле, чтобы я мог принести отличительные черты Иисуса Христа, а не себя. Примите решение быть помазанным. Верните в своей церкви. Примите решение, что вы будете помазаны. Может быть, у вас не будет полного послания. Может, вы не скажете всего того, что он хотел, чтобы вы сказали. Но прославьте его за кафедрой. Примите решение быть помазанными сегодня. Затем, во втором стихе, эти места окажутся очень похожими, но я здесь вижу больше силы, потому что Павел говорит, «Ибо я рассудил быть у вас знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Павел имел твердое намерение быть помазанным. Я хочу немного обратить внимание вот на что. Решите принять решение похожие слова. Но принять решение немного отлично. Знаете, вы можете решать, но когда вы принимаете решение, это как решение, что ничто не отделит меня с силы Божьей. Ничто не помешает мне сдаться духу. И Павел говорит, «Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Обратимся к Иоанна, к главе третьей. Иоанна, третья глава. Иоанна, глава третья. Я хочу показать вам стих, который почти незамедлительно доставит ваше помазание. О, да! Да! Хорошо, да, Господь, я скажу. Это глубоко. И это тяжело, то, что ты сказал. Но я услышал это в молитве. И я не хочу, чтобы кто-то был огорчен по поводу того, что я собираюсь сказать. От того, что я собираюсь сказать. Потому что это... Потому что это потрясет вас. Но я... Он начал со мной, сказав о 50%. Но он сказал, «У многих присутствующих здесь помазание увеличится на 75%. И причина, почему я сказал это и продолжаю говорить это... Я услышал это и говорю, потому что я проповедую помазание. Но я услышал, как Дух Божий сказал, что это ваше. Он сказал 50% вначале. И я принял это сам. Вы, вы приняли? А затем он сказал, «На 75% ваше. Ваше помазание увеличится после этого собрания». О, Боже! О, Боже! О, Боже! Слава Богу! Слава! Эй! Хотите знать, что он сказал мне? Увеличение происходит сейчас. Я услышал, он сказал, что это увеличение происходит прямо сейчас. Увеличение происходит. Я услышал, как он сказал, «Вы не можете быть под дождем и не промокнуть». Сейчас идет дождь. Прямо здесь идет дождь. Скажите, «Увеличение происходит?» Увеличение происходит. Увеличение происходит. Теперь. Теперь. Иногда труднее восклицать. Спасибо, брат. Слава Богу. Никому не позволяйте препятствовать вам давать. Продолжайте давать. Иоанна 3.30. Видите это? Это так. Это откровение от Иоанна. Прямо здесь. Это то, как вы начинаете получать в этом. Вот как вы начинаете доводить до максимума помазания. Прежде всего, мы говорим о том, чтобы давать славу Богу. Не так ли? Вы видели это в тех стихах, которые мы читали. А теперь мы видим, вы должны убедиться, что Он должен увеличиваться, а Я уменьшаться. И когда вы уменьшаетесь, Он поднимает вас. Понимаете? Это мощный стих. И этот стих, который способствует тому, чтобы увеличить максимально помазание, чтобы довести помазание до более высокого уровня. Обратите внимание. Вернемся к 1 Коринфянам. У меня много мест в Писании, к которым мы обратимся. Вы еще здесь? 75%! Как много из вас здесь принимают? Как много из вас такие глубокие, и вы больше не хотите? Я знаю, вы уже имеете. Не важно, сколько вы имеете. Всегда есть больше. Поймите, Бог — безграничный Бог. Безграничный Бог. Зачем ограничивать Бога тем, где вы сейчас? У Него есть всегда больше. Не важно, сколько у вас членов. Не важно, сколько у вас есть денег. Не важно, сколько вы сделали. Как долго вы действуете в дарах. У Бога всегда есть больше. И я хочу того, что мое. Теперь, Павел говорит здесь в Первом Коринфянам, вернемся обратно. И я был с вами в немощи и страхе и в великом трепете. Видите это? Одна из вещей, которая должна усиливать, увеличивать, или доводить до максимума ваше помазание — это уменьшение деятельности плоти. Перестаньте стараться заставлять это произойти, а позвольте этому случиться. Сотрудничайте с Духом Святым в вашей проповеди, в обучении, в вашем служении. Просто сотрудничайте с Духом Святым и уменьшайте активность плоти. Вот о чем Павел сказал. Павел сказал здесь, «Я здесь, я здесь в немощи и страхе и в великом трепете. Я знаю, что это не я, кто осуществит эту работу, но сила Божья». Вот что он говорит здесь. Обратите внимание, он говорит в 4 стихе, «И Слово Мое и проповедь Моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы слава Богу». Я сказал «Слава Богу!» Я сказал «Слава Богу!» Когда обомазание, когда Святой Дух действует и Ему не мешают, там будет демонстрация. Когда сдаются Святому Духу, там будет проявление. Когда Святой Дух уважаем, почитаем, Он проявится и вызовет проявлению вещи, которые не могли бы произойти по-другому. Мои братья и сёстры, это Дух Святой. Он тот, кто организует, Он кто делает, чтобы вещи произошли в Духовном Собрании. Он организатор Царства. И когда вы сдаетесь Ему, свежее дыхание, свежее помазание, свежее благоволение, свежее помазание, свежее откровение, сходит на вас. То, как вы говорите. Мне нравится, что Крефла сказал. Вы проповедуете, как босой священник. Вы доверяетесь Ему. Вы доверяетесь Ему в помазании. Вы доверяетесь Ему, что Он вложит слова в ваши уста. Вы доверяетесь Ему, что Он покажет вам, в чём нуждается это собрание. Я не знаю, в чём нуждается каждый человек, но Святой Дух знает. Одно слово от Бога может изменить ваше служение. Одно лишь слово от Бога изменит сверху донизу и снизу доверху. И вы будете удивлены сами, увидев те вещи, которые произойдут, если вы позволите Ему это делать. И это не будет чем-то, что вам будет казаться правильным, а это будет тем, что Святой Дух скажет. Не бойтесь своей слабости. Не бойтесь своих недостатков. То, что вам необходимо иметь, это благоговейный страх. И затем, если вы теряете трепет, когда вы призваны служить Словом Божьим, тогда что-то серьёзно не так с вами. Если у вас нет трепета, не важно, кто вы, всякий раз, когда вы по шаблону собираетесь проповедовать, что-то исключительно не так с вами. Вы понимаете, как удивительно стоять здесь за кафедрой и представлять всемогущего Бога? Как удивительно это! И есть определённый элемент трепета, есть определённый элемент страха, есть определённый элемент слабости, но это характерные черты, которые дают Святому Духу зелёный свет. Поэтому, если вы действуете искусственно принуждая себя, вы не помазаны, не молитесь, не пребывали в учении, не уединялись, и не имеете направления от Святого Духа, Он не может вас использовать. Давайте обратимся снова к тем мудрым людям, людям, которые мудрые, высокие, сильные, о которых Иеремия говорит, и говорит, не хвастайтесь своей силой, не хвастайтесь своей мудростью. Когда люди думают, что они такие мудрые и такие сильные, Бог по-настоящему не будет их использовать. И я говорю, чем значительнее вы в своих глазах, тем больше у вас проблем. Чем тяжелее вы, тем больше у вас проблем. Чем легче вы, тем легче всё это. Следите ли за тем, что я говорю? Доверяйтесь Святому Духу. Решите быть помазанным. Примите решение быть помазанным. Уменьшите деятельность плоти. И есть здесь ещё одно. Когда Павел говорит в 4 стихе, что «Слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, примите решение идти глубже в помазании. Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу в своём служении. Передайте это Ему. Доверьте служение Ему. Доверьте Ему своё служение. Доверьтесь Ему в своей проповеди. Доверьтесь Ему в своём учении. Доверьтесь Ему. Идите глубже в помазание. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Теперь, послушайте это. Мы должны разрушать дела дьявола по мазаниям. Вы слышите меня? Вам не нужно всё время консультировать людей. Я стараюсь избегать ситуаций, когда мне надо кого-то утешать. Я убегаю. Когда одни и те же вещи изо дня в день повторяются в офисе, люди говорят об одной и той же проблеме. Это настоящая мука. Что же делать? Пусть кто-то другой утешает. Я собираюсь проповедовать и быть пастором. Потому что множество утешения часто не имеет результата. Вот почему они всё ещё там. Это изнутри вас. И одно и то же. Утешать этого человека. Утешать этого человека. Утешать этого человека. Вы проповедуете послание, и вдруг это приходит к ним. Святой Дух утешите. Я принимаю 2-3 человека в день, и это меня изматывает. Вижу 2-3 человека, и это изматывает. Я говорю, нет, я больше не буду изматывать себя. И затем номер 6. Освобождение людей. Освобождение людей. Все эти вещи осуществляются в помазании. Помазание приносит освобождение. Оно разрушает дела дьявола. И помазание приносит освобождение людям. Я хочу, чтобы вы продолжали слушать. Мы ещё не получили настоящего мяса. Я хочу, чтобы вы продолжали слушать. Я почти могу переходить к этому сейчас, но есть ещё 3 вещи, которые я хочу пояснить и проработать. И продолжать слушать Духа Святого, прежде чем я перейду к тому месту. Я собираюсь перейти к месту. Я собираюсь сказать вам 3 вещи. И те 3 вещи... И вы будете помазаны, прежде чем вы покинете этот зал. Как никогда ранее. Но я хочу поработать сначала над кое-чем, если вы дадите мне несколько минут. О, слава! О, я чувствую это присутствие. Спасибо, Господь! Слава Богу! Кто-то получит дозу Святого Духа сегодня. Слава Богу! Мы... Мы говорим об увеличении помазания. Скажите это. Теперь... Теперь я хочу, чтобы вы сказали следующее. Увеличение моего помазания, которое на моей жизни. Другими словами, чтобы это помазание пришло в полном потенциале. Не боимся ни дьявола, ни демонов, никакой власти, никого никоим образом. Никак. Почему? Потому что вы знаете, что больше он, который вас, чем тот, кто в мире. Вы победили их, малые дети? Почему? Ибо... Это тоже ибо. Я не упоминал об этом ибо, не так ли? Значительно больше. Значительно. Это тоже ибо. Больше он, который вас, чем тот, кто в мире. Как многие из вас верят в это? Или просто хотят верить? Это не сентиментальные разговорчики. Вера в это поднимет вас на новый уровень. Тот же самый дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет во мне. Когда? Сейчас. Вы можете представить? Могила не могла удержать его. Демоническая сила не могла удержать его в могиле. Именно как он и сказал. На тот третий день он воскрес. И вы говорите, это та же сила пребывает внутри меня сейчас. И дьявол собирается мне сказать, что он собирается забрать меня раньше, что он собирается разрушить мое служение, что он хочет задержать меня? Нет! Та же самая сила, что воскресила Иисуса из мертвых, пребывает во мне. У сатаны нет власти над моей жизнью. У сатаны нет прав на мою жизнь. У сатаны нет права посылать какие-то симптомы в мое тело. У сатаны нет права, чтобы я был разбит. У сатаны нет права давить на меня или приносить депрессию на меня. Почему? Тот же дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет во мне. У-у-у, слава Богу! Минуточку, некоторые из вас не слышали меня? Некоторые из вас сидят как-то очень непонятно. Не слышали меня? Я сказал, тот же воскрешающий дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас сейчас! Начиная с этого дня! Слушайте меня! С этого дня! Слушайте меня! С этого дня не позволяйте ничему мешать вам двигаться к лучшему! Кэтрин Кульман во время своей жизни сказала эти слова, «Ибо больше тот, кто во мне, я не ослабею ни на одну секунду!» Он внутри сейчас! Я сказал, Он внутри вас сейчас! Для чего Он внутри? Чтобы продвигать вас к цели! Повторяйте, когда вы стоите в своих церквях, и как будто весь ад восстал против вас! Есть противостояние! Не сражайтесь ни с кем, а стойте и скажите, «Так говорит Господь!» Не сражайтесь ни с какими группками, не идите навещать их семьи! Войдите в свои молитвенные комнаты, и усиливайтесь в помазание, и Бог поработает за вас! Битва не ваша! Битва! Я так рад! Битва! Я так рад! Битва не ваша, а Господа! Садитесь, я еще не закончил! Кто-нибудь здесь восклиците! Я надеюсь, это уже помогает! Я проповедую и сам вижу изменения! Слава Богу! Слава! 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 Эй! Слава! Эй! Слава! Фу! Эй! Фу! 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 Слава, слава, слава. Откройте Исайя. 40. Иезекииля. 47. Иезекииль. Слава Богу! Благословен Бог, благословен Бог святыми ангелами Его! Слава! Помоги мне, Господь, еще немного. Пусть это будет немного еще. Аллилуйя! Иезекииль. 47. Я еще не покидаю вас. Слушайте, и будьте внимательны, потому что есть еще вещи, которые я хочу сказать. Слава! Эй, Ларри! Слава! Эй! Когда приходит помазание, вы хотите прыгать и кричать. Но я теперь проповедую немного против этого. Я действительно хочу бегать и кричать, размахивать рукой, восклицать, ударять. Я имею в виду, но внутри у меня борьба сейчас. Потому что я проповедую немного против этого. Поэтому я немного сдерживаюсь. Аллилуйя! И так трудно это сдерживать. Слава Богу! И посмотрите! Посмотрите, вы, Иезекииля! Я собираюсь прочитать заранее, и потом вернуться и опять подвести какие-то итоги. Потому что я верю, что вы знаете этот текст. Но я верю, что он говорит о разных размерах помазания. И я думаю, некоторые люди останавливаются на уровне лодыжки. И они думают, что они находятся на нужном уровне. Некоторые люди останавливаются, когда они на уровне колена. И они думают, что находятся там, где надо. Некоторые люди останавливаются на уровне пояса. Не останавливайтесь ни на каком из этих уровней. Потому что есть место, где вы едва будете стоять. Вы слышали меня? Есть место, Святой Дух покажет, где вы уже не будете под контролем Когда вы окажетесь в том месте, сила сойдет Это когда проявление придет Это когда мертвые воскресают Это то, о чем брат Коплан говорил Это когда восстанавливается зрение слепых Когда вы окажетесь в том месте, когда вы находитесь в реке Вы больше не находитесь под контролем Вы просто сдаетесь Духу Святому Глаза того не видели Уши того не слышали о том, что Бог говорил для тех, кто любит Его Но Дух ищет глубоких вещей Божьих Почему? Дух проникает в глубины Божьи Смотрите, это Дух человека, который знает вещи Божьи Не плоть, а Дух Есть противостояние, когда Дух собирается двигаться Плоть хочет двигаться Чтобы транжирить силу Просто угождая себе Вместо того, чтобы служить кому-то И в большинстве случаев мы транжирим силу, бегая вокруг И лишая Святой Дух возможности делать на собрании то, что Он хочет делать Хорошо бегать возбужденным иногда Но не хорошо бегать возбужденным постоянно Теперь посмотрите на 9 стих 47 главы И здесь есть описание того, что происходит, когда вы доведете до максимума это помазание И будет, что всякое живое существо, что движется, куда бы реки не текли, будет жить Аллилуйя Скажите, слава Богу И смотрите, что произойдет И смотрите, что произойдет Много рыбы будет Потому что эти воды войдут туда, и воды сделаются здоровыми И все будет живо там, куда войдет этот поток Итак, здесь говорится о полном потоке помазания Давайте вернемся назад и прочитаем это быстро И затем стихи с 3 по 15 Иисус Вы ищете, и я надеюсь, уже нашли С 3 по 17 стих Мне нужно, мне нужно еще немного времени Хорошо? Слушайте, слушайте Здесь, здесь, в 47 главе, прочитаю 1 стих Итак, вы увидите Я хочу, чтобы вы увидели, что то место, чтобы попасть Место, в которое нужно вам попасть Вам не нужно молиться весь день Потому что я знаю, что есть люди, которые молятся и молятся и молятся И молятся, и молятся, и молятся И по-прежнему не имеют помазания На это не требуется просто молитвенное собрание Для этого нужно больше, чем молитва Молитва необходима для этого Но мы стараемся, чтобы молитва совершила какие-то вещи для нас В то время, как мы должны еще что-то сделать сами, чтобы это произошло Воскликните, потому что я правильно сейчас проповедую Ваши молитвы иногда неправильны И вы верите, что это все, что вам нужно делать Нет, вы должны сделать кое-что еще Нет, нет Вам нужно размышлять над словом Вам нужно избегать раздоров Вам нужно следить за своим языком Что вы говорите Мой дух не будет жить в нечистом храме С ревностью С гордостью Дух соперничества О, Иисус Обратим на это особое внимание Этот состязательный дух Чего-то служение самое большое Кто-то делает больше всех Стараясь сказать другим что-то такое Чтобы произвести впечатление на кого-то И еще показать другим, что они не могут иметь этого Эти различия, видите? Вы стараетесь произвести впечатление на других тем, какие вы большие Или показать, что-то у вас есть, а у них нет Продолжайте теперь Это дух соперничества, наблюдание за другими И вы смотрите на других и думаете Что ваше служение ничего не имеет и ничего не делает Потому что служение кого-то выше, чем ваше Не важно, какого размера то служение Находитесь ли вы в воле Божьей? Вот что самое главное Я общаюсь с Крефла У Крефла тысячи людей У Кейта Батлера тысячи людей Они, они, они мои друзья У меня, у меня нет таких тысяч У меня две тысячи триста человек У них тысячи Но это абсолютно меня не пугает Потому что я исполняю свое предназначение Я в городе, в который Бог меня направил И вы не можете быть больше благословенны, чем я благословен Вы не можете быть более благословенны Не будьте напуганы Так вы сможете играть, как Фил Дрискл Научитесь от этого Двигайтесь вперед Следуйте дальше Не отставайте от него, как Елисей Не отставал от Илии Наконец он обернется и увидит вас Наконец его помазание начнет сходить на вас Говорю, что некоторые в этом здании Потому что некоторые из ваших служений не начались так, как вы думали, что они должны были начаться Но вам сейчас нужно вернуться обратно И вам нужно вспомнить о том, что Бог сказал вам делать И позволить этому случиться движением Движением Духа А не от диктата какого-то человека Люди говорят вам о том, что успешно, а на самом деле не является успешным Только Бог знает Так, только Бог знает, успешны вы или нет Если вы в его воле, вы успешны Это не зависит от размера вашей церкви Или от того, что вы переедете в более крупный город Бог не говорит вам переезжать в более крупный город Оставайтесь там, где вы сейчас Кто-то проповедует здесь Кэн сказал это Брат Копл сказал это Что некоторые церкви нужно перевезти, потому что они не на верном месте Есть здесь слава? Получаете ли вы что-нибудь? Позвольте вам задать вопрос Могу ли я спросить? Чувствуете ли вы помазание? Оно здесь для вас? Я сказал, оно здесь для вас Возьмите его Я делаю все, что я могу Чтобы задержаться здесь Я стою здесь в напряжении прямо сейчас И я делаю все возможное, чтобы оставаться здесь И читать Библию, чтобы сказать вам что-то еще Но я действительно хочу держаться верного курса И идти дальше от одного места к другому вперед Говорю здесь дождливо сейчас Позвольте мне сказать, как иногда говорят в деревне Промокнитесь здесь прямо сейчас Действие небес Сходит на эту гору прямо сейчас Вы не будете никогда теми же самыми Вы откроете свой рот во время следующей проповеди И слава Божья выйдет вместе с вашими словами Вас больше никогда ничто не запугает Ни в какой из дней в вашей жизни Никто Помазание Устранит То устрашение Вы не слышали меня? Нет Вы не слышали меня? Я сказал, что помазание устранит Ту угрозу Я помню, как я слушал одного парня Когда он проповедовал передо мной И он делал все, что мог И казалось, я выйду Я вышел, и все было хорошо Потому что подначалу была не моя очередь Когда мое время пришло, и Святой Дух был там Потому что когда ваша очередь наступает Не важно, кто перед вами проповедовал Ваша очередь приходит Не их очередь Святой Дух будет там с вами и будет помогать Знаете, не должно быть соревнования Ваше Ваше помазание там для вас Никто не может воспользоваться моей частью помазания Это моя часть Я отказываюсь быть запуганным И отказываюсь быть ограниченным Говорю вам Позвольте закончить следующим Вы читали, читали это местописание Но прочитаем еще Теперь Теперь в эти последние несколько минут Вам нужно полное внимание Потому что я хочу обратиться к местописанию Которое было очень важно в служении брата Смита Виглисворда Что является секретом его помазания Я собираюсь поделиться с вами местом писания Которое вы относили только к восхищению Второе Коринфиум, глава 4 Но здесь есть откровение И я собираюсь дать вам три вещи Есть откровение В этом местописании, которое изучал Смит Виглисворд И это имеет самое непосредственное отношение к помазанию Но есть откровение в этом местописании, которое мы потеряли Мы относили это местописание только ко времени восхищения Но у нас есть, что найти на этом месте на настоящее время У нас есть 1 Иоанна 4.4 Что мы будем делать с этим? У нас есть еще 1 Коринфянам 6 Что мы будем делать с этим? Ваше тело — это храм Духа Святого И часто мы откладываем на завтра то Что у нас может быть сегодня Я хочу прочитать этот отрывок и дать три пункта Быстро Слава Богу Аллилуйя Кто-нибудь поддержите меня Слава Богу Мне нравится, когда проповедую, и люди рядом говорят это Я знаю Все ждут, когда я уже закончу Говорю вам прямо сейчас Я вижу славу Слава Богу Прямо, прямо сейчас и здесь Я вижу Божью славу Это атмосфера Божьих людей Слава Божья на этом месте Вы можете стать исцеленным Вы можете стать богатым Ваша юность может быть обновленной Вы можете получить все, когда слава приходит Вы можете сказать Я получаю свое Вы можете получить все Говорю, все Вы обновлены Богаты Помазаны В дарах И все это в Святом Духе Я не беру ваше Вы берите свое Теперь слушайте 2 Коринфянам 4 Ну, слава Стих 16 И этот стих предваряет 5 главу И это место Изучал Смит Виглисфорд И народ, я получил ключ к пониманию этого места Когда я изучал это ночью В 16 стихе 2 главы 4 главы 2 Коринфянам Посему мы не униваем Но если внешний наш человек И тлеет То внутренний обновляется Изо дня в день Скажите У-у-у Скажите это Потому что Кратковременное Легкое Страдание Производит для вас В безмерном преизбытке Вечную славу Когда мы смотрим Не на видимое Но на невидимое Ибо видимое Временно А невидимое Вечно Мы заходим на одну территорию сейчас Есть некая территория Которая должна быть переброшена С будущего В настоящее Потому что мы читали этот стих Эти стихи Чтобы главным образом Говорить о восхищении И о будущем Но есть вещи Которые перемещают Помазание Прямо сейчас Смотрите Ибо мы знаем Что когда земной наш дом Эта хижина разрушится Слово разрушится Подчеркните это слово Разрушится Мы имеем жилище от Бога Дом нерукотворенный Вечный в небесах И вернусь обратно Подчеркивайте то Что я говорю вам подчеркивать Оттого мы и воздыхаем Подчеркните Воздыхаем Разве вы не можете воздыхать в духе прямо сейчас? Да, мы люди Которые воздыхаем в духе Я воздыхал перед этим Иногда я просто не мог найти нужных слов Вы воздыхаете Ибо мы воздыхаем искренне Слушайте Желая облечься В небесное наше жилище Только бы нам одетыми Не оказаться ногими Ибо мы находясь в этой хижине Воздыхаем Находясь под чем? Бременем Потому что не хотим совлечься Но что? Облечься Чтобы смертное было Братко Блун коснулся этого прошлым вечером Было поглощено Жизнью Теперь подчеркните Поглощено Но это же самое и создал нас Бог И дал нам залог духа И так мы всегда благодушенствуем И как знаем Что во дворе из тела Мы устранены от Господа Ибо мы ходим верою А не видением Теперь Это слово Давайте вернемся к первому стиху 5 главы Слово разрушится Ибо мы знаем Ибо мы знаем Ибо мы знаем Когда земной наш дом разрушится У нас есть жилище от Бога Дом нерукотворенный Вечный в небесах Слушайте, мои братья Не только В завершении времен Разрушение некоторых вещей Будет благотворно Но есть вещи Которые вы можете разрушить Теперь И это переместит вас В более небесную позицию Когда слава Бога Сойдет на вас Более сильно Вам не нужно ждать того времени Когда вы падете на небеса Чтобы разрушить некоторые вещи Есть вещи Которые должны быть разрушены Прямо сейчас Которые переведут вас В лучшую духовную позицию Мистер Вигнесворд Говорил, что мы откладываем разрушение Чтобы получить новое тело Он говорил, что мы имеем откровение Из этого стиха Что есть некоторое разрушение Которое должно быть совершено Прямо сейчас Которое приведет В более полное присутствие Бога О, Иисус Мы ждем Но Он говорил Если у нас есть откровение То есть некоторые вещи Которые могут быть разрушены Откровением И силой Божьей Которые переведут вас В лучшее положение С всемогущим Богом Проблема в том Что мы недостаточно воздыхали Другими словами Здесь говорится Помоги мне, Дух Святой Оттого мы и воздыхаем Желая облечься в том Который с небес Народ, слушайте Люди, посмотрите Луки 24-49 Быстро Луки 24-49 Луки 24-49 Есть некоторые вещи Которые вы можете разрушить Есть некоторые вещи От которых вы можете избавиться Есть вещи Которые подавляли вас Есть вещи Которые Обкрадывали вас Лишая вас места В котором Бог хочет Чтоб вы были И вы начинаете Ликвидировать те вещи И удаляете эти вещи Из вашей жизни И удаляете эти вещи Из вашего служения Убирая эти вещи С вашего пути И удаляете их Прочь от себя И в вашей жизни Начнут происходить Такие вещи Которые никогда Ранее не происходили Пусть некоторые вещи Не остаются на потом Пусть они будут Разрушены Сейчас Такие как Расизм Превозношение Над другими Удалите некоторые вещи Прямо сейчас Мне все равно Чему учила вас Мама Папа Уберите это Из вашей жизни Уберите это Из вашей жизни Уберите это Из своего служения Уберите это Из мышления Послушайте Друзья мои Послушайте Друзья мои Сколько времени Послушайте Послушайте Вы учитесь Я хочу Чтобы вы учились Есть вещи Которые должны Быть разрушены Прямо сейчас Есть воздыхание Которое вы должны Совершить И это поможет вам Пребывать вне зоны Плоти А в духовной зоне Глубоко в духовной зоне Есть присутствие Воздыхание Которое вы совершаете Перед Богом Позвольте Святому Духу Воздыхать через вас И болезнь Которая атакует Ваше тело Не сможет атаковать Потому что Потому что Есть более глубокий Уровень Духовной реальности Есть некоторые вещи Которые могут Быть поглощены Хорошей жизнью Есть вещи Которые могут быть Поглощены Сейчас Жизнью Божьей Если вы позволите Жизнью Божьей Поглотить это Теперь И затем Вот почему я обратил Ваше внимание На тот стих Из Луки И вы обличетесь Обличетесь Я не говорю об Я говорю об одеянии Вы обличетесь Потому что Вы удалите Некоторые вещи Вы будете Воздыхать в Духе Потому что Вы не удовлетворены Своей духовной позицией Вы хотите Более глубокого Хождения с Богом И вы позволяете Вечной жизни Бога И силе Божьей Поглотить некоторые вещи Которые задерживали вас И они должны были Быть поглощены И затем Вы будете Обличены Большим одеянием Помазанием силы Всемогущего Бога Кто-нибудь Здесь воскликните Аллилуйя Пребывая В большей силе Всевышнего Это как одежда Приди, брат Копы Которая объявляет вас Это как одеяние на вас Это мантия над вашей жизнью Это помазание на вашей жизни Это будет представлять славу Здесь на вашей жизни И вы знаете Что 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 сила Божья на вас Я не буду отступать Ничто не остановит меня Меня ничто не превозможет Почему? Потому что я одет в это помазание На мне свежее помазание Свежее помазание Хей! Аллилуйя Аллилуйя У-у-у-у Слава Богу Ты завершил? Ты уверен? Теперь немного Просто хочу немного вернуться Касательно этого В Ветхом Завете тип представленного помазания указывает на то, что брат Томпсон говорил, это быть одетым помазанием. Стих пятый, и от пятого до шестого, это помазание в двух разных стадиях. Такое помазание этой стадии сейчас здесь больше, чем в теле. Почему вы думаете, что здесь говорится только о помазании, которое прославит ваше тело, когда прозвучит трудный зов? Это помазание. Это помазание. Такого рода помазание в Ветхом Завете, это была мантия пророка. Это картина этого. Это было как одеяние. Итак, помазание в двух различных стадиях. Теперь и тогда это продолжение увеличения силы присутствия славы Бога. Вот что такое помазание здесь. Когда оно в конечном счете достигает полноты, продемонстрированное в полноте в теле Христа, и затем ваше тело будет прославлено, как и Его тело было прославлено. Аллилуйя! Это не просто, что должно еще прийти. Это и есть уже сейчас. О, аллилуйя! О, мы должны прославить Бога за это. Да будет слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Все, через что я прошел, все, что я страдал, все, что пришло ко мне, когда я понес ваш грех и ваши болезни, я прошел через все это, я сделал это, чтобы вы были помазаны так же, как и я. Нет, не немножко тут и там, но великое помазание, и даже больше, чем было доступно на основании завета с Авраамом. Я обеспечил лучший завет для вас. Учитесь зависеть от него. Учитесь быть в нем. Не ожидайте, что вы будете просто что-то ощущать или чувствовать. Ожидайте, когда вы открываете свои глаза утром. Ожидайте его, когда ложите свою голову на подушку ночью. Ожидайте моего присутствия. Ожидайте этого одеяния, чтобы оно было на вас. Во всякое время. Никогда не берите выходной от помазания, и оно никогда не возьмет выходной от вас. Аллилуйя! Аллилуйя! О, слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда мы говорили об этих великих связях, и мы абсолютно уверены, что это одна из причин, одна из главных причин, что Бог так помазывает служения и проповедников нас, что мы вместе, особенно тех, кто сейчас здесь, всех нас, кто вместе проповедует много, и мы ездим вместе много, это потому, что мы не соревнуемся друг с другом. Мы просто помогаем друг другу. Народ, ничто в мире не доставляет мне такого волнения и трепета, как получать учения таких людей. Учения епископа, учения Джерри Савейла. Я имею в виду, мы пребываем в этом вместе. Кто бы ни проповедовал, остальные восклицают и поддерживают их. Слава Богу! Я верю, это исходит из моего сердца. Здесь нет соревнований. Амин! Здесь много места для простора. Слава Богу! Аллилуйя!